здравствуйте это наш любимый город наш центральный рынок в этих таких магазинчиках продавали секонд хенд наши знакомые тут пострадали сильно окна стекла дальше здесь ребята в этом домике открыли вет аптеку и был очень грамотный хороший ветврач который мог подсказать все по животным рядом по субботам воскресеньям помните продавали уточек курочек комбикорма кроликов хрюшек продавали за этим домиком вот на площадке в общем можно было купить животных это контейнер из которых вырвало взрывами двери страшно вырвало нас когда был прилет в дом тоже так вырвало калитку железную вместе с замком вместе со всем после чего мы решили уехать раз железо так корежит вырывает с корнем то естественно людям не уцелеть после таких прилетов видите что на железяках это наш рынок такой назывался железки тут кстати тоже очень хорошие ребята мало того что продавали все так еще и чинили и бензопилу можно было принести и бензокосу очень очень умные вообще на базаре у нас работало очень много людей с высшим образованием когда закрывали заводы или сокращали куда было идти люди организовывали себе рабочее место свое вот видите здесь повезло магазинчику еще не все растащили еще даже вот крыша вроде бы как целая вот и работала на рынке очень много образованных умных людей приветливые были у нас продавцы все друг друга знали в основном все ходили в одни места покупать все то что надо соседка наша работала тоже на рынке и кстати арендная плата была очень очень большая то что люди на торгуют то приходилось отдать за месяц наперед за то что на земле стоял контейнер за землю вот видите разрушений очень много в городе разрушения очень сильные коих-то завидует очень беженцам то что платили нам 2000 гривен до 1 февраля 24 года теперь хотят снять денежки на проживание платили за то чтобы вместо нашего уничтоженного жилья что-то где-то себе снять как-то заплатить за коммунальные услуги чтобы не остаться на улице потому что за все надо платить вы знаете и за свет и за газ и за воду никто выплатить из беженцев не снял с нас берут по полной программе так вот эти денежки нам выплачивать не будут с 1 февраля решили уже хватит не знаю как что дальше будет но завидовать нечему в монетарке особо особенно по селам не дадут если дадут раз полгода продукты то это счастье вот такие страшные кадры завидовать нечему показала что могла видео как всегда не мое я там не хожу и не снимаю я в одесской области пока пока